Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята, сегодня. И я буду звонить напрямую менеджеру на сайт Darknet и заказывать проклятую игрушку Among Us, как вы меня все просили. Ну а перед началом я решила вернуть одну из ваших любимых рубрик. Это ваши комментарии в моем видео. Прямо сейчас три самых лучших комментария появятся здесь. Раз, два, три. Ну а теперь, ребята, мы с вами будем звонить на сайт Darknet. Ранее я заказывала всегда проклятые игрушки, живые игрушки, чисто общаясь в чат-боте. Но сейчас появилась возможность позвонить на сайт Darknet лично и заказать там, общаясь, я так понимаю, не с настоящим менеджером, а там такой электронный бот. Алло, здравствуйте, я бы хотела заказать... Это Darknet? Да, я слушаю. Я бы хотела заказать проклятую игрушку Among Us. Категория проклятой игрушки Among Us. Категория выбора. Сумма заказа составляет 100 долларов. Ожидается. Хорошо. Так, ребята, сейчас пришла ссылка. Сейчас подтвердить оплату. Ожидается. Ожидается. Спасибо. Итак, ребята, прямо сейчас я заказала Among Us, проклятую игрушку, и мне сказали ожидать. На самом сайте было написано, что доставка осуществляется от 5 минут до 1 дня. Поэтому, ребята, подождем и увидимся с вами совсем скоро рядом с проклятой игрушкой Among Us. Друзья, я нахожусь в полном шоке от того, что мне доставил менеджер с сайта Darknet. Ребята, спустя 2 часа я получила просто гигантского Among Us. Ребята, я впервые вижу это, я ожидала все, что угодно, но не такого гигантского, проклятого Among Us. Ребята, вы видите, что он красный и, скорее всего, возможно, он предатель. Я не знаю, ребята, что находится внутри этой проклятой игрушки Among Us, но прямо сейчас за 10 тысяч лайков я разрежу этого Among Us и достанем оттуда всякую фигню, которую обычно туда кладут. Вот, ребята, он так тяжеленький, там прям чувствуется что-то весомое, ребята. Сейчас я немножко уберу, чтобы мне все это не мешалось. Ребята, напишите ниже в комментариях, играли ли вы ранее в игру Among Us, были ли вы когда-нибудь предателями и какие отличительные черты у предателя. Я бывала однажды предателем и там достаточно очень много, но я хочу услышать это от вас. Так, ребята, давайте поподробнее еще его разглядим. Это такой, типа, космический какой-то чел. У него здесь, типа, в коробке какие-то вещи, наверное, нужные, необходимые. Почему-то изначально он, ну, по мне, так он похож на палец. Вот, ну, на такой палец, на ножках. Короче, ладно, ребята, давайте ставим лайки, а мы будем разрезать проклятую игрушку Among Us. Я просто, честно, в шоке, в ужасе от того, что она такая гигантская. Она нереально просто огромная. Итак, друзья, раз, два, три, и мы разрезаем Among Us. О, это не так-то просто сделать. Главное, себе ничего не будет не разрезать. Черт, у меня получилось или нет? Так, ребята, походу, здесь придется... Черт. Я, наверное, не буду вот глаз, я вот здесь вот вырежу квадрат. Вот так. Итак, ребята, мы разрезали Among Us, и теперь мы можем его открыть и увидеть, что внутри. Я уже вижу, ребята, какие-то прикольные штучки, а вы напишите в комментариях, как думаете вы, что лежит в Among Us? А я начинаю. Конечно же, это нож, ребята, потому что этот Among Us, скорее всего, предатель, а предатель, у предателя всегда есть нож, которому он убивает других Among Us. Также здесь я уже вижу, ребята, очки. Очки – это неотъемлемый реквизит Among Us. Там, знаете, можно за компьютером выходить и выбирать себе одежду, всякие там очочки. И здесь они не одни. Я думаю, что эти очки здесь не просто так, а потому что этот Among Us именно сожрал, скорее всего, где-то троих Among Us другого цвета. Смотрите, он красный. Он сожрал желтого, коричневого и, по-моему, это зеленый или черный Among Us. По-моему, зеленый, черного там нет. Ребята, далее я достаю кости. Это кости. Я была права, ребята. Это стопудово этот Among Us предатель. Он сожрал белого Among Us или зарезал его как-то ножом. Ой, желтого, ребята, потому что это кости желтого. Здесь еще есть кость желтого. Видимо, видите, это кость потолще, это кость с ноги, а это кость с руки желтого Among Us. Также, ребята, здесь коричневая кость от коричневого Among Us. Ребята, ну и, соответственно, даже рука, посмотрите, осталась необглоданной. Пальцы, руки коричневого Among Us. И, соответственно, зеленого Among Us. Господи, посмотрите, это реально кости зеленого Among Us. То есть это у нас 100% предатель. Потом, ребята, здесь что-то похожее на яйцо. Я не знаю, какое отношение имеет яйцо к игре Among Us, потому что я ни разу там не сталкивалась. Возможно, это новое зарождение жизни. Еще что-то есть там. Подождите. Что это? Какая-то еще коробочка. Вот черт, ребята. У меня нафиг руки трясутся. Ребята, это айфон. Это реально айфон. Господи. Ребята, это 11-й айфон. Очуметь, ребята. Пожадничал, не подарил 12-й. Блин, ребята, прикиньте. То есть я за 100 баксов купила Among Us на сайте Дартнет и мне подарили реально 11-й айфон, ребята, на 128 гигабайт. Очуметь, ребята. Он реально огромный и тяжелый. Черт. Давайте посмотрим. Сейчас. Блин, я уверена, что там реально, реально айфон. Черт. Черт, а где айфон? Одни наушники, ребята. Черт, что за подстава? Погодите, я тут какую-то бумажку вижу. Че это тут такое? Сейчас, погодите. Ребята, здесь написано, прими участие в викторине в игре Among Us. Офигеть, я так понимаю, что прямо сейчас, ребята, мы зайдем реально в игру Among Us и посмотрим, что там за викторина и что вообще там, какие условия и что будет происходить. Я думаю, это очень прикольненько. Так что давайте скорее зайдем в эту игру прямо сейчас. Так, собственно, я так думаю, что я сейчас услышу, какие будут условия викторины и вообще соглашусь ли я в нее играть или я уже согласилась после того, как перешла в эту игру. В общем, ждем какой-то мутный ведущий. Ребята, не знаю, что он мне сможет предложить. Пока что, вот я проверяю, ничего не пишет. А я, значит, сиреневый Among Us. А может быть мне надо поменяться, стать красным? Ну, как Among Us, которого я заказала. Ага, мне что-то пришло. Так, условия за 10 вопросов, 1000 договоров, наверное, долларов. И право на одну ошибку. Он, походу, там вообще пишет. На одну ошибку. Вообще грамотный, нет. То есть у меня есть, я могу только один раз ошибиться. Короче, я поняла. И типа, сейчас я у него переспрошу. 1000, 1000. Так, а есть тут доллары? Так вот, 1000, 1000 долларов. Сейчас. А-а-а! Неправильно. 1000 долларов. Блин, а почему она стирается? Почему я не могу написать 1000 долларов? Да, 1000. Он доллары не ставит. Ладно, 1000 долларов. Сейчас спросим вот так. 1000 долларов. Прикиньте, так, заработать, да? 1000 долларов. Уже заговариваюсь. 1000 долларов. 1000 баксов за 10 вопросов. Вот он пишет. Да, долларов. Так, и про один, только один раз. Раз только можно ошибиться. Что сделать так? Это у меня так проверочное слово. Один раз только можно ошибиться. Один раз только. Я не поняла, потому что он так написал. Непонятно, этот ведущий. Так. Ждем ответ. Потому что непонятно, один раз или... Блин, а что, нельзя эти сообщения промотать? Один раз. Что-то он мутный какой-то не отвечает. Один раз можно ошибиться-то. Или сколько? Или три. Что он тут написал? Одна ошибка пишет. И право на одну ошибку. Да, один раз. Один вопрос. А, первый вопрос ты был... А если я проиграю? Блин. А если я проиграю, что будет? Нет, понятно. Если я выиграю, я получу тысячи долларов. А если я проиграю? А если я проиграю? А если я проиграю? Блин, сразу такой к вопросам перешел. Шустрый. А если я проиграю? Что будет? И типа, первый вопрос ты была предателем. Если я сейчас просто отвечу, ребят, получается, что я уже приму условия эти. А если, представляете, то есть я начну отвечать на 10 вопросов. Допущу одну ошибку. Потом допущу еще одну. Типа, я проиграла. И что будет? Если ошибешься второй раз подряд, я сниму тысячу долларов. Нормально. То есть, ребята, тут реально такая фигня. То есть, если я все отвечаю, я прямо сейчас заработаю тысячу долларов. Если же я ошибаюсь в два раза, то тысячу долларов спишут с меня. Ну, как бы, мы не бедные и не глупые. Я согласна. Так, я согласна. Я согласна. Блин. Это 9, ребята, вообще. Я согласна. Ну, почему ты так пишешь? Я согласна. Я согласна. Все правильно, что ли, я написала? Так, я понимаю, мне нужно отвечать на первый вопрос. Ты была предателем в игре? Да, я была предателем в игре и не раз. Я, в принципе, знаю, что делает этот предатель. Короче, ребята, мы приняли условия викторины. И сейчас первый вопрос этот уже был. Я надеюсь, что я ответила на него правильно, потому что он должен будет написать верно или нет. Потому что я так понимаю, что он-то знает правильный ответ, а я должна знать, правильно ли я ответила или нет. Ну, я-то знаю, что я была в игре Амонкас с предателем, поэтому я стопудов знаю, что верный ответ это да. Да, я была предателем в игре Амонкас. Ну, отвечаю уже, правильно или нет. Правильно или неправильно. Что-то, блин, какое вообще? Что-то... Может, он где-то проверяет, слышите? Может, у него какой-то доступ есть к моему телефону и к моему IP-адресу, что он, может быть, сейчас проверяет, действительно была ли я предателем. Там же все, блин, сейчас все везде записывается, все везде просто отслеживается. Он прислал. Два. Как коротко называть летающую тарелку? Короче говоря, я так поняла, что если я отвечаю правильно, он мне не пишет ничего. Если неправильно, то он пишет, наверное, ошиблась. Наверное, так, что ли, получается. Потому что он сразу задает второй вопрос. Как коротко называть летающую тарелку? Н-Л-О. Неопознанный летающий объект. Это я точно в этом вопросе уверена. Я отвечаю. Н-Л-О. Ой. Что-то меня, короче, выкинул, ребята, почему-то. Так, ребята, что-то, короче, нас вышибло из игры. Такое бывает. Я так думаю, что сейчас будет... Ну, я думаю, что я правильно ответила на этот вопрос, что это Н-Л-О, и следом, наверное, должен поступить третий вопрос. Подождем, пока мы ответили уже на два вопроса, и это без ошибок. Потому что если бы была ошибка, я думаю, что этот ведущий бы написал, что ошибка. Так, третий вопрос. Как называется сказочная шапка? Сказочная шапка? Ну, вот я, например, помню шапку из Ходвардса, из Гарри Поттера. Но я не помню, как она называется. Если просто шапка-невидимка, возможно, как называется, шапка-невидимка, наверное. Ну, там шапка-мономаха, это вообще-то другой, наверное. Шапка-невидимка. Напишем. Шапка-невидимка. 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 Так. Сейчас, короче, ребята, мы ждем ответа. Если это правильно, он, значит, следующий вопрос задаст четвертый. Если неправильно, то у нас уже больше не останется права на ошибку, и ошибаться нам уже будет нельзя, иначе мы проиграем. Ага, так, еще один вопрос. Четвертый. Шапка-невидимка. Правильно, ребята. Кстати, отвечайте вместе со мной, ребята, чтобы попасть в мои видосы. Комментарии. Три самых крутых комментария я буду добавлять в свои видео, не забывайте. Так, четвертый вопрос. Как называется сумка туриста? Сумка туриста называется, мне кажется, я не знаю, рюкзак. Вы как думаете, как называется сумка туриста? Потому что школьная сумка – это ранец. Неправильно называть рюкзак, там у них ранец. А сумка туриста – это, наверное, рюкзак. Потому что я других... Ну, я других не знаю. Короче, отвечай, рюкзак. Рюкзак. я буду надеюсь что это правильно потому что как бы 5 отлично ребят значит это был правильный так 5 вопрос кто боится всего на свете кто боится всего на свете кто боится всего на свете кто боится кто кто боится всего на свете я не знаю ребят вы знаете кто боится всего на свете я не знаю блин ребят я не знаю что ответить на этот вопрос напишите если вы знаете в комментариях не знаю кто боится кто боится всего на свете я не знаю ну давайте вы чего-нибудь напишем кто кто боится всего на свете. Трус, трус, трус. Он же боится всего на свете. Трус. Трус. У меня такой вариант. Я не знаю, честно, правильно, нет. Потому что может трус не всего на свете бояться, а чего-то бояться его могут называть трусом. Сейчас посмотрим, если правильно, то у нас будет с вами шестой вопрос. Если нет, то мы используем свое единственное право на ошибку. Если честно, мне нравятся такие викторины, вопросы, но мне не нравится то, что такая кругленькая сумма может быть проиграна. Поэтому все эти игры на деньги лучше такие обычные викторины с какими-нибудь подарками. Нам за мешок конфет, я не знаю, или еще что-то как-то. Что же ты не пишешь мне, ведущий? Я уже прям в себя нервничаю. Получается, что если я правильно ответила, но в любом случае у меня сейчас будет шестой вопрос, ребят. Есть! Я правильно ответила, ребят. Я честно сомневалась. Я надеюсь, что вы тоже догадались. Блин, офигеть. Так, шестой вопрос. Как называется низ обуви? Низ обуви, ребята, ну тут как бы двухзначный может быть ответ, потому что низ обуви это может быть и подошва, и низ обуви это тоже может быть и стелька, например. Низ обуви может быть и каблук, низ обуви может быть, ну все, вот или стелька, или каблук, или подошва. Короче, из трех, ну, наверное, если право, вот низ-низ, то это полностью, ну, подошва, наверное. подошва, 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 Так, отвечаем, ребята, подошва на шестой вопрос и ждем ответ правильный или не есть. Отлично, ребята. Походу, мы скоро выиграем тысячу, но заранее не радуются. Жилище бабы-яги, но это все знают, а ты, а я нет. Такая шутка была однажды в КВН. Жилище бабы-яги, избушка на курьих ножках. Избушка, избушка на курьих, курьих, курьих ножках, ножках, избушка на курьих ножках. Так, это был седьмой вопрос и точно жилище бабы-яги называется избушка на курьих ножках. Вам не кажется, что эти загадки для детей отлично, мы ответили правильно. Восьмой вопрос. Сначала его надо заваривать, а потом пить. Ну, это чай. Это даже вообще, это чай. Чай. Ну, потому что сначала его заваривают, а потом пьют. В принципе, больше, ну, как бы ничего не заваривают. Так что, ну, говорят обычно про чай заваривают. И, ребята, на восьмой. Короче, смотрите, у нас получается, что если мы на девятый и десятый вопрос отвечаем неправильно, то мы проигрываем. А если правильно, ну, вернее, я даже отвечаю сейчас на девятый, на десятом даже ошибаемся, то мы... А, там, наверное, получится, что если я на десятый отвечу неправильно, он еще задаст вопросы. И получается, что... А-а-а, а я-то думал уже нет. Получается, что... Короче, нам нужно отвечать правильно. Девятый вопрос. Светильник, стоящий на полу на длинной ноге. Светильник, стоящий на полу на длинной ноге. Блин, я, короче, ребята, что-то вообще я не знаю. Светильник, стоящий на полу на длинной ноге. Ну, лампа, лампа, лампа. Это лампа. Лампочка, лампа. Я думаю, что это засчитается как лампа и как лампочка. Вот. Потому что светильник. А-а-а, черт, блин. А, ребят, мне сейчас только осенило. Это, походу, торшер, ребята. А-а-а, блин, я поторопилась. Ошибка правильная. Это торшер, друзья. Это торшер, ребята, черт. Короче, мне сейчас на десятый вопрос нужно ответить правильно. Иначе я продую тысячу баксов. Я надеюсь, что этот вопрос будет достаточно легкий. Потому что, если я сейчас ошибусь и проиграю, ребята, и с меня спишут тысячу баксов. Черт. Вот, прикиньте, вообще, почему так нечестно? Десять вопросов и всего лишь одно право на ошибку. И то я поторопилась. Вот, поэтому я всегда говорю. Там, один, сто раз отмерь, один раз отрежь. Сто раз подумай, один раз ответь. Так. Ждем, короче, вопрос последний. Тут я реально стала уже волноваться. Это... И хочется-то денежки терять. Хочется их зарабатывать. Десятый. Если его не бросать, то корабль не поплывет. Не поняла. Если его не бросать, то корабль не поплывет. Нет, обычно, подождите. Если его бросать, то корабль не поплывет. Это я знаю. Это якорь. А если его не бросать, то корабль не поплывет. Это в чем подвох? Если его не бросать, то корабль не поплывет. Из-за чего не может поплыть корабль, ребята? Мне просто как бы... Может быть, просто он неправильно вопрос задал. Я отвечу якорь. Потому что если якорь не бросать, то корабль не поплывет. Если якорь бросать, то корабль не поплывет. Если якорь не бросать, то корабль не поплывет. Ребята, я уже запуталась, честно, я отвечу якорь. Потому что только якорь его как-то бросает в воду в корабле. Вы пишите свои ответы в комментариях, потому что я что-то запуталась. Если его не бросать, то корабль не поплывет. У меня просто одно стоит, что корабль не поплывет, если бросать якорь. а если вот ты выиграла тысячу долларов я я ответила правильно ребята а я я просто в шоке то есть я вообще на бум написала якорь один раз ошиблась ребят и выиграла тысячу долларов как как мне блин когда деньги выиграешь хочется быстрее их получить как мне получить получить деньги как мне получить деньги мы скоро вышлем к вам курьера ого ребята супер скоро ко мне придет моя тысяча долларов ребята и я всего лишь потратил 100 долларов заказала амон касса прошла викторину ответил на все вопросы один раз ошиблась по глупости просто ребята это очень 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 приятно выигрывать деньги отвечая на непростые вопросы блин я думаю прикольненько будет еще заказать амон касса или какую-нибудь такую игрушку проклятую игрушку с викторины если вам понравилось то давайте наберем на этом видео 10000 лайков и не забывайте писать комментарии которые также попадут в мои видео с вами была я королева мистики до новых встреч всем пока จ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова